Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, 20 ноября, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из 2-го послания апостола Павла к фессалоникийцам, 1-я глава, стихи с 1-го по 10-й. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Павел и Силуан и Тимофей, фессалоникской церкви в Боге, Отце нашим и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих терпением вашим и верую во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его. В пламенеющем огне совершающего отмщения, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда Он прийдет, прославится во святых Своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами начинаем чтение второго послания апостола Павла к фессалоникийцам. И в этой, в первой главе, в приветственном слове, и в этом отрывке апостол Павел пытается утешить и ободрить падающих духом фессалоникийцев. В конце первого своего послания апостол Павел говорил о том, что им необходимо умножать любовь. И там он говорил о том, что они претерпевают в своей жизни скорби и притеснения от внешних, то есть от иудеев и от подстрекаемых ими язычников. Они терпят всяческие препятствия и скорби. И вот апостол Павел пытается приободрить, вероятно, падающих духом фессалоникийцев в ответе на свое первое послание, вероятно, они через Тимофея, через Силуана, то есть через тех его сотрудников, которые помогают ему, помогают апостолу Павлу в проповеди Христова Евангелия, он через них, вероятно, через посланников из Фессалоник, он узнает о внутреннем состоянии, о духе общины. И эта община, вероятно, весьма самокритична и смотрит на себя как недостойных и тех людей, которые недостойно преодолевают путь вот этих скорбей и недостойны того благовестия, которое они приняли. Они боятся не устоять в нем. И вот апостол Павел после короткого приветствия, после перечисления тех, кого уже знает община Фессалоник, то есть его Павла, Силуана и Тимофея, и они все совместно пишут, как бы обращаясь к фессалоникийцам. И в третьем стихе апостол Павел после приветствия, как уже было сказано, обращается к общине. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». И здесь апостол Павел выдвигает два очень важных критерия, которые должны ободрить фессалоникийцев. Первое – это то, что вера возрастает. Вера – это один из краеугольных камней спасения человеческого, спасения христианина, именно вера в Иисуса Христа. «И умножается любовь». А любовь – это как необходимый катализатор веры. Это дело веры. Невозможно ненавидеть и верить. Вера подразумевает некое действие. Апостол Иаков в своем послании говорит о том, что вера без дел мертва. И действительно, апостол Павел говорит о том, что в третьем стихе вера умножается, а также вера крепнет, возрастает и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. И вспомним о том, что апостол Павел до этого тоже говорил фессалоникийцам, чтобы они учились любить друг друга. Значит, он, приободряя их, говорит о том, что они идут верным путем, слушая апостола Павла. И все те вопросы, которые они адресуют ему, свидетельствуют о том, что вера их действительно возрастает. И вера, она истинна, потому что она способствует укреплению любви. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Здесь апостол Павел, конечно же, не лукавит. И все, весь христианский, тогдашний христианский мир смотрит за тем, что происходит в фессалониках, ну, смотрит относительно того, насколько это применимо к тому времени. И вот они наблюдают, что же происходит, и они видят, какие гонения претерпевают фессалоникийцы, и как они стойко в них себя показывают. И, конечно же, апостол Павел находит уместным хвалиться этим, и тем самым он ободряет фессалоникийцев. Доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Апостол Павел говорит о том, что страдания их не бесплотны, что это все свидетельство того, что суд Божий не замедлит прийти. Он будет, и они за свои страдания будут вознаграждены. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скоробью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами. В явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. И здесь апостол Павел говорит о Парусии, о скором пришествии Христа во славе и в довоздаянии тем, кто противится проповеди и противится христианам. И в 10 стихе он говорит очень интересное выражение, когда он придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день оны во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. И здесь апостол Павел говорит о том, что христиане являются, славой христиан является Иисус Христос, но и славою Иисуса Христа являются христиане. Он прославится именно во святых своих. Святые будут как бы неким зеркалом, некой стороной славы, отображающей Христа. Действительно, митрополит Антоний Сурожский как-то сказал о том, что общаясь с некоторыми людьми, христианами, которые показали всей свою жизнью действительную преданность Христу, он говорит, что в их глазах он видел сияние вечной жизни. И, конечно же, это очень коррелирует с высказыванием апостола Павла в 10 стихе о том, что он придет и прославится во святых своих и явится дивным в день оны во всех веровавших. И Христос в своем пришествии прежде всего проявится в его верных последователях, то есть в тех, кто следовал за Ним и был с Ним во все дни своей жизни, пытался жить во Христе. И он говорит, апостол Павел говорит фессалоникистам, что вы будете являться как раз таки этими зеркалами, этими святыми, в которых явится Христос во своем пришествии, в которых он отобразится, и действительно они будут славою Христа, так как вы поверили нашему свидетельству. То есть фессалоникийцы, уверовавшие во Христа, стали теперь его верным народом, и в них явится Христос, как и в других христианах по всему миру, где апостол Павел уже принес благовестие Христово. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова